На днях активисты партийного проекта «Народный контроль», который в Свердловской области курирует Дмитрий Чукреев, вновь заинтересовались тем, кто, как и насколько подпольно снабжает автомобилистов топливом исключительно для внутреннего сгорания в двигателях и их средств передвижения различной степени роскошности. Вот, например, приглянулось чем-то Дмитрию довольно куцая с виду заправлялка с бензином, дизелем и даже газом на 19-м километре Полевского тракта. Вот что значит «наметанный глаз». Сразу видно, что она работает с нарушением, потому что у нее был заезд с трассы раньше, но его дорожники перекопали. Здесь был заезд, его перекопали и запретили пользоваться с дороги этой заправкой. Однако заправка все равно работает. Видите, подходят люди, заправляются, в случае чего беды не избежать, не потушить и засыпать. Отдельно порадовалось здесь содержимое ящиков для песка, для колыбельной, чтобы поскорее засыпать пролившееся горючее. Ну а тут все наоборот, дополнительные дрова внутри. Вот что находится в этом ящике. Мусорный ящик. Смотрим другой ящик. Там также он дырявый, пустой. Пожарный щит тут, на удивление, нашелся. Правда, без лыж и винтовки идти к нему без толку. Давно к нему никто не подходил. Дорога не почищена. Он закрыт. Чей нет. Вот так вот безопасность организована. Королева бензоколонки насчет песка. Ситуацию объяснила так, что стало ясно холодно, поэтому его нет. Потеплело. Из-за этого его опять нет. И так не было, да еще и не стало. Касание должны привезти, ведь не холодно, он не везет. Не везет, да, песок. А тут еще он теперь-то была. И такие. Там нет, вытаскали все. Вот так, точно шо. Понятно. Следующие две точки солярного общепита, похожие оказались, как братья-близнецы, только слегка двоюродные. Один из них припочковался к московскому тракту, второй – к его окрестностям. Тот, что первый, ну, прям-таки иностранец, судя по надписи. Это смутно напоминает святые девяностые, когда на задрипанный ларек особым шиком было нацепить вывеску «Супермаркет». Непременно латиницей. Все же для клиента. Подъедет какой-нибудь иностранец, прочитает надпись, и вдруг тепло ему станет на душе. Это ж трейд-компани. А внутри сидит трейдер. Торгует фьючерсами и соляркой писает с порога в сугроб. Общается доброжелательно. По-моему, узнать, есть кто-нибудь там или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно узнать, кто деятельность осуществляет здесь? Вон телефон, звоните. Что? Телефон есть, звоните. А где телефон? Вон на баннере. На баннере? Да. А стенд с информацией есть? Никакого стенда у вас нет, да? Прайса? Не знаю, позвоните. А сколько литр-то стоит у вас? Там же написано. Где? Ну, сколько литр-то? Прайс есть у вас утвержденный? Там написано 37. А сертификат на топливо имеется у вас? Да, ну позвоните, все узнаете. Так нет, у вас-то есть документы, нет какие-нибудь? Вы-то здесь официально работаете? У начальства документы. Ну, вы-то официально здесь работаете? Да. Договор есть у вас? У начальства все есть. Понятно. Это хорошо, что у начальства все есть. И огнетушители, наверное, тоже там у них в офисе хранятся, чтобы не потырили. И туалет теплый, и логика явно тоже где-то там, но никак не здесь. Сейчас тоже интересно написано, без перерывов и выходных. И вот он почти близнец. Дизельная разливочная по демпинговым ценам номер два в окрестностях Меги. Тоже полная неформальность во всем, включая всяческие предрассудки про пожарные или противопожарные части. Рядом с заправкой стоит мусорка-пепельница, средств пожародушения тоже нет. Приниматели не заморачиваются за безопасность окружающих, за то, как они ведут бизнес. Самое главное – извлекать прибыль. Поэтому такие низкие цены. А чеки вы даете? Чеки? Да, чек. Чек? Нет, только так. Чек не даете, да? Да, вот, можете позвонить на этот номер. Здешний внутренний голос оказался еще и с даром провидца. Он при первом же взгляде на клиента определяет, кому суждено утонуть, а кому не судьба сгореть. А если вдруг загорится, к чем тушить будете? Вы не будете гореть. Почему? Не, ну вдруг пожар у вас, чем будете тушить? Да, вот, узнаете у него. Нет, скажите, огнетушитель есть у вас, нет? Есть. Где? Вот. Вот так. Вот такое отношение. Предпринимателей к потребителям. Главное заработать денег. И основная задача извлечь максимум выгоды. Поэтому такое дешевое топливо по сравнению с обычными заправками потому что экономят на самом важном. Экономят на безопасности. А по факту на жизни и здоровье людей. Ну и еще пару слов и прощальный жест напоследок. Большая просьба, дорогой телезритель, уделить еще 37 секунд и досмотреть, пожалуйста, до последнего кадра. Человек все же старался, тренировался, оттачивал движение. Деятельность, кто ведет здесь? Где именно? Ну вот здесь. Бензин кто продает топливо? Что вы хотели? Поинтересоваться, у кого можно купить топливо здесь вот. Просто у вас не стенды с информацией, ничего нет. Качество топлива хотел узнать. Насколько оно качественное у вас здесь? Кто продает дизельное топливо? Давайте номер ваш. Что? Ваш номер, давайте я им позвоню, вам перезвоним. Зачем мой номер? Просто вот на любой... Ну я его, как, вот номер, вот. Субтитры сделал DimaTorzok